Это кадры из Горного Алтая. Из-за обильных дождей в конце апреля там резко поднялся уровень воды в реках. Подтопило 108 приусадебных участков, эвакуировали 49 человек. И хотя уже 1 мая вода пошла на спад, ущерб от подтоплений составил больше 70 миллионов рублей. В Алтайском крае в зоне риска несколько районов. 3 мая в Бийске вода в реке Бия поднялась до критической отметки 521 сантиметр. Причин несколько – это подъем уровня самой Бии и коренной воды. Обильные дожди тоже сыграли свою роль. Полностью затопило пляж приусадебные участки. Под угрозой оказались несколько десятков домов. Желающим эвакуироваться предоставили жилье в пунктах временного размещения. Помогали вывозить те, кто хотели эвакуироваться, люди, вещи. Но в основном я могу сказать так. Люди эвакуируются, отказываются. За последнее время мы вывезли только одну семью. Одну семью – два человека, которые захотели убыть от места возможного подтопления. МЧС продолжает работу. В течение последних двух суток все подразделения, полиция, поисковые отряды работают в повышенной готовности. Чтобы не допустить возможных подтоплений, сдерживают воду в районе дамб. Ребята просто молодцы. Они спасли все вот эти дома. Вот возвели еще наливную дамбу. Дамба сочится. Чтобы пропустить паводковые воды, 3 мая демонтировали понтонный мост. И уже сегодня утром уровень би в районе города составил 437 сантиметров. Это на 50 сантиметров ниже критического. Высокий уровень воды наблюдается и в Заринске. Там по улице Некрасова тоже укрепили дамбы. Тем не менее, подтопления есть. На сегодня они зарегистрированы в селе Красногорском Красногорского района и в селе Ельцовка Ельцовского района. От большой воды пострадало 35 приусадебных участков и 2 участка дорог. В населенных пунктах, находящихся в зоне риска по подтоплению, под контролем и при участии сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю ведутся активные подготовительные мероприятия. Обстановка находится на постоянном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях. Организовано постоянное информирование граждан круглосуточный мониторинг уровней воды в крае. В МЧС напоминает, если ваш дом попадает в зону возможного подтопления, следите за информацией в СМИ или на информационных стендах. Обращайтесь к сельским старостам и выполняйте рекомендации местных властей. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.